Хищная птица, предположительно черный коршун, едва сам не стал добычей, попав на рыбацкий крючок. Как сообщают наши коллеги с 4 канала, коршун спланировал с высоты нагладь Волчихинского водохранилища за рыбкой, уже пойманной кем-то из рыбаков, и сам зацепился за крючок. На такую добычу рыбаки не рассчитывали. Они медленно подтянули птицу к берегу, вынули из воды с помощью тряпки, отцепили от крючка и положили на крышу лодочного гаража. Но из-за того, что перья его намокли от долгих барахтаний в воде, сразу взлететь коршун не смог. Еще несколько минут он прыгал по земле, по лодкам, пока наконец не поднялся в воздух. Волчихинское водохранилище или иначе флюс является одним из излюбленных мест отдыха для жителей Екатеринбурга, Первоуральска и Ревды. Полно здесь и рыбаков, но последние три года из-за малого количества осадков пруд заметно мелеет. К концу лета вода отступает от берегов на многие десятки метров, а в самой акватории появляются острова, в другие годы остававшиеся под водой. И приплыли к острову, который называется Утопленник. Вот он. Когда воды много, его не видно. Когда мало, он здесь. Нехватка воды сказывает ценные появления на флюсе большого количества водорослей и их обильное цветение во время жары. Здоровье местной фауне это также не добавляет. Заметили чайку. Пытался ее попоить. Она не пьет, видимо умирает. Что-то с ней случилось. Вполне себе нормальная птица. Может быть от старости. Большая, красивая. И ничего сделать не могу. Для спасения Волчихинского водохранилища и других водоемосвердловской области Министерство природных ресурсов ежегодно проводит зарыбливание породами, поедающими водоросли. Так, в августе этого года в Волчихинское водохранилище Верхницы, Сердский пруд и Есецкое озеро будут выпущены 24 тысячи мальков сазана, выращенных на Зеленоборском рыбзаводе.